Слово сочетание дорога жизни у нас возникают вполне ожидаемые ассоциации. Заснеженное озеро, по которому едут полуторки, и все это под непрерывным обстрелом немецких самолетов. Но первые грузы в осажденный город были доставлены не по льду, а по воде. И этот путь был гораздо более опасным, потому что врагом тут зачастую выступала сама Ладога. На Балтике волны случаются, достигают нескольких метров высоты, но там они пологие. Здесь на мелководье волны ниже, зато очень крутые и потому кажутся особенно злыми. Это из воспоминаний Виктора Сергеевича Черокова, командующего Ладожской военной флотилией, которая спасла Ленинград от голодной смерти. Чероков рано потерял отца, пришлось поработать и грузчиком, и чернорабочим, но несмотря на значительные пробелы в начальной подготовке, он сумел окончить военно-морское училище имени Фрунзе. А затем, уже получив опыт в роли командира торпедного катера, закончил высшую военно-морскую академию имени Ворошилова. Тут-то, особенно после Советско-финской войны, он и получил прозвище «Морской охотник». Когда в сентябре 1941 года Ленинград оказался в блокаде, встал вопрос о доставке грузов в осажденный город. Доверить этот труд решили Черокову, которому после моря пришлось перебазироваться, пусть на большую, но все-таки озерную лужу, что для него было нерадостно, не тот статус. Но уже в свой первый приезд в Осиновец он понял, что все эти соображения меркнут перед глобальностью поставленной задачи. «Я ожидал увидеть город, ну, по крайней мере, поселок», — писал он. «А здесь маяк, недостроенный причал и полуразрушенные домики». Вот в таких условиях приходилось начинать перевозки. При этом с воздуха, в прямом смысле этого слова, постоянно нависала угроза в виде немецких самолетов. Тем не менее, флотилия была сформирована, и, несмотря на бомбардировки и осенние ладожские шторма, довольно успешно справлялась со своей задачей вплоть до конца ноября, когда ледовый припай достиг местами нескольких километров. И тогда на лед с пешнями, пилами и взрывчаткой вышли моряки, речники и все население Новой Ладоги. С огромным трудом они пробивали во льду каналы, чтобы по ним могли пройти суда. Но Мороз делал свое дело. Многие корабли так и не смогли дойти до причалов. Вмерзнув в лед, они и остались зимовать на рейдах на расстоянии от 8 до 23 миль от Новой Ладоги, став идеальной мишенью для фашистских бомбардировщиков. Члены экипажей окружили их глыбами льда, покрасили белой краской, засыпали снегом, придав вид торосов. А сами всю зиму оставались на борту, делая все возможное, чтобы от морозов они не вышли из строя. Гитлера сводила с ума только одна мысль, что в его стройном плане стереть Ленинград в пыль существовала значительная брешь в виде Ладожской флотилии, которую следовало уничтожить. До этого немцы планировали захват острова Сухо, что позволило бы им контролировать навигационный путь по Ладоге в осажденный город. Гитлеровцы перебросили туда шесть минных заградителей и три десятка больших и малых десантных барж, ранее предназначавшихся для высадки в Англию. Муссолини направил четыре торпедных катера, финское командование, несколько транспортов и катеров различных типов. Какое единение в желании убить северную столицу СССР? Но план провалился, благодаря хитрым и умным действиям флотилии и батареи острова удалось не только отбить десант, но и захватить катер и баржу. Как же осуществлялась переправка по воде? Одним из самых удачных видов транспорта оказались тендеры, коих между Кабоной и Осиновцем курсировали десятки. Это были небольшие суда, оснащенные автомобильными двигателями, обслуживаемые командой всего в 2-3 человека, но которые могли поднимать до 25 тонн груза. На них плавали неустрашимые люди. Чироков вспоминал, что под час старшина подводил судно к причалу и только тогда они узнавали, что моряк тяжело ранен. Или вот буксир Никуляс и тащит за собой несколько барж. ВОЗ, как говорят на профессиональном жаргоне речники, растянулся на полкилометра. Над ним с ревом проносятся немецкие бомбардировщики. На мостике стоит помощник капитана Татьяна Киселева. Сдержана без всякого волнения, она подает команду рулевому и машинное отделение, словно и не кружат над ней хищные самолеты. А потом речники, как их называл Чироков, будучи сам морским охотником, придумали, как решить проблему нехватки паромов для таких крупных грузов, как цистерны. Они их просто скатывали с берега по наклонному полотну прямо в Ладогу и буксировали, как обычные баржи. Выяснилось, что у цистерн оказался достаточный запас плавучести, они отлично держались на воде. Вот она, русская смекалка в действии. После прорыва блокады надобность в Ладожской флотиле не отпала, она только усилилась. Она участвовала в Тулаксинской операции по освобождению Карелии. Чироков в своих воспоминаниях позволил съязвить. Авиация противника пыталась помешать высадке десанта. 18 бомбардировщиков налетели на наши корабли и суда. К нашему счастью, вражеские летчики не блеснули точности. После войны Чироков продолжал нести боевую службу на своем посту, повышая звание. Сердце вот такое. Умище палата характеризовал своего коллегу капитан третьего ранга Всеволод Хилькевич. Виктор Сергеевич Чироков прожил долгую жизнь и умер в 1995 году. Невозможно оценить его вклад в дело спасения нашего города во время Великой Отечественной войны. Жителям Балтийской жемчужины должно быть приятно, что именем такого достойного человека названа одна из здешних улиц. А мы по традиции благодарим саму компанию за возможность рассказать о подвиге достойного жителя нашей страны. Субтитры создавал DimaTorzok